Глава девятнадцатая. Опять говорит Джим Хокинс. Гарнизон в Блэкгаузе. Как только Бен Ганн увидел британский флаг, он остановился, схватил меня за руку и сел. — Ну, — сказал он, — там твои друзья, несомненно. — Вернее, что бунтовщики, — сказал я. — Никогда! — воскликнул он. На этом острове, в этой пустыне, где никого не бывает, кроме джентльменов удачи, Сильвер поднял бы черное пиратское знамя. Уж будь уверен, там твои друзья, это точно. Должно быть, была стычка, и они победили. И теперь они на берегу, за старым чистоколом. Это Флинт поставил чистокол много лет назад. Что за голова был этот Флинт? Только ром мог его сокрушить. Никого он не боялся, кроме Сильвера. Он, знаешь, мягко стелет этот Сильвер. — Ну что ж, — сказал я, — раз за чистоколом свои, тем более надо идти туда. — Постой, — возразил Бен, — погоди. Ты, кажется, славный мальчишка, но все же ты только мальчишка. А Бен Ганн хитер. Бен Ганн не промах. Никакой выпивкой меня туда не заманишь. Я должен сам увидеть твоего прирожденного джентльмена. И пускай он даст мне свое честное слово, тогда пойду. А ты не забудь моих слов. Ганн куда больше доверяет прирожденному джентльмену. Так и скажи ему и ущипни его за руку. И он третий раз ущипнул меня с самым многозначительным видом. А когда Бен Ганн вам понадобится, ты знаешь, где найти его, Джим. Там, где ты нашел его сегодня. И тот, кто придет за ним, должен держать что-нибудь белое в руке. И пускай приходит один. Ты им так скажи. У Бена Ганна скажи. Есть на то свои причины. Хорошо, сказал я. Кажется, я вас понял. Вы хотите что-то предложить, и вам нужно повидаться со Сквайром или доктором. А увидеть вас можно там, где я вас сегодня нашел. Это все? А почему ты не спрашиваешь, в какие часы? С полудня до шести склянок. Хорошо, хорошо, сказал я. Теперь я могу идти? А ты не забудешь? Спросил он тревожно. Скажи ему, куда больше доверяет. Скажи, есть свои причины. Свои причины, это главное. Передай ему, как мужчина мужчине. А теперь можешь идти, Джим. Сказал он, по-прежнему крепко держа меня за руку. «Послушай, Джим, а если ты увидишь Сильвера, ты не предашь ему Бена Ганна? И клещами, говоришь, из тебя слова не вытащат. Ну, а если пираты вздумают заночевать на берегу, не сделает ли нам их жен вдовами к утру? Как думаешь?» Грохот пушечного выстрела прервал его слова. Ядро пронеслось между деревьями и упало на песок в сотни ярдов от того места, где мы стояли и разговаривали. И мы оба бросились в разные стороны. Час, а то и больше, остров сотрясался от пальбы, и ядра проносились по лесу, сокрушая все на пути. Я прятался то тут, то там, и всюду мне казалось, что ядра летят прямо в меня. Мало-помалу ко мне вернулось утраченное мужество. Однако я все еще не решался подойти к чистоколу, возле которого ядра падали чаще всего. Двигаясь в обход к востоку, я добрался, наконец, до деревьев, рожших у самого берега. Солнце только что село. Морской бриз свистел в лесу и покрывал рябью сероватую поверхность бухты. Отлив обнажил широкую песчаную отмель. Воздух после дневного зноя стал таким холодным, что я сильно азиап в своем легком камзоле. Испаньола по-прежнему стояла на якоре. Но над ней и вправду развивался веселый Роджер, черный пиратский флаг с изображением черепа. На борту блеснула красная вспышка, и гулкое эхо разнесло по всему острову последний звук пушечного выстрела. Канонада окончилась. Я лежал в кустах и наблюдал суету, которая последовала за атакой. На берегу, как раз против чистокола, несколько человек рубили что-то топорами. Впоследствии я узнал, что они уничтожали наш несчастный ялик. Вдали, возле устья речки, среди деревьев, пылал большой костер. Между костром и кораблем беспрерывно сновала шлюпка. Матросы, такие угрюмые утром, теперь, гребя, кричали и смеялись, как дети. По звуку голосов я догадался, что веселье вызвано ромом. Наконец я решился направиться к чистоколу. Я был довольно далеко от него, на низкой песчаной косе, замыкавшей нашу бухту с востока и доходившей при отливе до самого острого скелета. Поднявшись, я увидел дальше на косе среди низкого кустарника одинокую, довольно большую скалу странного белесого цвета. Мне пришло в голову, что это та самая белая скала, про которую говорил Бен Ганн, и что если мне понадобится лодка, я буду знать, где ее найти. Я брел по опушке леса, пока не увидел перед собой задний, самый дальний от моря, край чистокола. Наши встретили меня с горячим радушием. Я рассказал им о своих приключениях и осмотрелся вокруг. Бревенчатый дом был весь построен из необтесанных сосновых стволов, и стены, и крыши, и пол. Пол в некоторых местах возвышался на фут или на полтора над песком. У входа было устроено крылечко. Под крылечком журчал ручеек. Струя текла в искусственный бассейн очень оригинального вида. Огромный корабельный чугунный котел с выбитым дном, зарытый в песок по самую ватерлинию, как говорил капитан. В доме было почти пусто. Только в одном углу лежала каменная плита для очага со старой ржавой железной решеткой в форме корзины. Все деревья по склонам холма, окруженного чистоколом, были срублены на постройку. Судя по пням, здесь погибла превосходная роща. Верхний слой почвы на вырубке был смыт и снесен дождями, обнажившими чистый песок. Только там, где ручей вытекал из котла, виднелись и мох, и папоротник, и низкорослый кустарник. Сразу за чистоколом начинался густой и высокий лес. Это, как говорили, мешало обороне. Со стороны суши лес состоял из сосен, а ближе к морю из тех же сосен и вечно зеленых дубов. Холодный вечерний бриз, о котором я уже говорил, дул во все щели грубой постройки, посыпая пол непрестанным дождем мелкого песка. Песок засорял нам глаза, песок хрустел у нас на зубах, песок попадал к нам в еду, песок плясал в роднике на дне котла, как крупа в кипящей каше. Дымовой трубой нам служило квадратное отверстие в крыше. Прежде чем найти дорогу к выходу, дым расползался по всему дому, заставляя нас кашлять и плакать. Грей, наш новый товарищ, сидел с перевязанным лицом. Разбойники порезали ему щеку. А старый Том Редруд, все еще не похороненный, окоченевший, лежал у стены, покрытый британским флагом. Если бы нам позволили сидеть, сложа руки, мы скоро упали бы духом, но капитан Смоллет умел найти дело для всех. Он созвал нас всех вместе и разделил на две вахты. В одну вошли доктор, Грей и я, в другую – Сквайр, Хантер и Джойс. За день мы очень устали, но тем не менее, капитан двоих послал в лес за дровами, а двоим велел копать могилу для Редрута. Доктор стал поваром, меня поставили часовым у дверей, а сам капитан расхаживал от одного к другому, всех подбадривая и всем помогая. Время от времени доктор подходил к двери подышать воздухом и дать отдохнуть покрасневшим от дыма глазам и перекидывался со мной двумя-тремя словами. «Этот Смоллет, сказал он мне как-то, гораздо лучше меня. Если уж я сам признал, это кое-что дозначит, Джим». В другой раз он сначала помолчал, потом повернул голову и внимательно посмотрел мне в лицо. «На этого Бенна Ганна можно положиться?» спросил он. «Не знаю, сэр, — ответил я, — я не совсем уверен, что голова у него в порядке». «Если не совсем уверен, значит, в порядке», сказал доктор. «Когда человек три года грыз ногти на необитаемом острове, Джим, он не может выглядеть таким же нормальным, как ты или я. Так уж устроены люди». «Ты говоришь, он мечтает о сыре?» «Да, сэр, — ответил я. «Ладно, Джим, — сказал он. Посмотри, как полезно быть лакомкой. Ты, наверное, видел мою табакерку, но ни разу не видел, чтобы я нюхал из нее табак. У меня в табакерке лежит не табак, а кусочек пармезана, итальянского сыра. Это же очень питательная штука. Этот сыр мы отдадим Бену Ганну». Перед ужином мы зарыли старого Тома в песок, потом постояли немного у могилы с непокрытыми головами на ветру. Дров из лесу натаскали целую груду, но капитан все же был недоволен. «Завтра я заставлю вас работать как следует», — сказал он, качая головой. Поужинав копченой свининой и выпив по стакану горячего грога, капитан, сквайр и доктор удалились в уголок на совещание. Но, по-видимому, ничего хорошего не приходило им в голову. Провизии у нас было так мало, что мы должны были неизбежно умереть с голоду задолго до прибытия помощи или сдаться на милость пиратов. Оставалось одно — убить как можно больше этих разбойников, убивать их до тех пор, пока они не спустят свой черный флаг или пока не уйдут на Испаньоле в открытое море. Из девятнадцати их уже осталось пятнадцать, причем двое ранены, а один, подстреленный у пушки, если не умер, то во всяком случае ранен тяжело. Каждый раз, вступая с ними в перестрелку, нужно тщательно беречь наших людей и помнить, что у нас есть два надежных союзника — Ром и Климат. Ром уже взялся за дело. Полмиля отделяла нас от пиратов, и тем не менее до поздней ночи слышали мы песни и крики. А доктор клялся своим париком, что скоро за дело возьмется и Климат. Лагерь пиратов возле болота, лекарств у них нет никаких, и через неделю половина из них будет валяться в лихорадке. — Итак, — говорил доктор, — если им не удастся укокошить нас сразу, они будут рады бросить остров и вернуться на шхуну. У них есть корабль, и они всегда могут заняться своим старым ремеслом — морским разбоем. — Это первый корабль, который мне приходится терять, — сказал капитан Смоллет. Я смертельно устал. Долго ворочался я перед тем, как заснуть, потом спал, как убитый. Все уже давно встали, позавтракали и натаскали дров, когда я проснулся, разбуженный шумом и криками. — Белый флаг, — сказал кто-то. И тотчас же раздался удивленный возглас. — Сильвер собственной персоной! Я вскочил, протер глаза и кинулся к бойнице в стене. — Продолжение следует...